В совет вошли представители высших учебных заведений, учреждений среднего и дополнительного образования, производственных и малых инновационных предприятий, а также органов исполнительной власти. Одна из главных целей нашей совместной работы – это работа в части решения кадровых проблем, прежде всего кадровых проблем предприятий, в том числе увеличения целевого набора для подготовки специалистов, что было у нас сказано и в поручении президента Российской Федерации. За последние годы участники совета занимались разработкой нескольких крупных исследовательских проектов. Они финансируются такими институтами инновационного развития, как Фонд перспективных исследований, Российский научный фонд и Фонд содействия инновациям. Сегодня некоторые участники заседания поделились своими историями успеха. Мы заняли первое место на стартап-туре в Великом Новгороде, где наш проект заинтересовал представителей фонда «Сколково». Мы подготовили заявку, прошли экспертный отбор и с начала 2019 года стали участниками «Сколково». Это позволило компании получить существенные налоговые льготы и другую поддержку. В целом Новгородская область имеет средние значения показателей по уровню инновационного развития. В пределах федерального округа наш регион уступает только Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Одним из итогов первого заседания совета стало составление его участниками перечня потребностей организаций в инновационных технологиях для их внедрения в систему экономики региона.